Фильм о Сергея Сергеевича Юдина Фильм о Сергея Сергеевича Юдина Фильм о Сергеевича Юдина Фильм о Сергеевича Юдина Фильм о Сергеевича Юдина проблем экстренной хирургии. В этот период институт превратился в СССР по неотложной хирургической помощи при острых заболеваниях, травмах, стал хирургической меккой страны и получил широкую известность далеко за ее пределами. Юдин раньше других оценил достоинство спинномозговой анестезии. В институте Скифосовского спинномозговая анестезия долгие годы оставалась ведущим методом обезболивания как при плановом, так и при экстренных ситуациях. И она достаточно большой объем занимала в институте, почти 96% проводилось спинномозговое обезболивание. Организовал переливание трубной крови в институте Сергей Сергеевич в 1933 году написал монографию, изданную в том же году во Франции, в которой он широко пропагандировал этот метод во всем мире. Он убедительно доказывал преимущества фибринолизной крови, которую в институте именно из Скифосовского тому времени переливали тонами. За разработку учения трубной крови Сергей Сергеевич Юдин с профессором Шамовым в 1962 году были удостоены Ленинской премии. Познакомившись с экспериментальными работами, проводимыми по Стеровскому институту в Париже, показавшими необыкновенную эффективность трептоцидов в лечении гнойных ран, Сергей Сергеевич Юдин в дальнейшем на основе собственных данных разработал принципы и технику лечения огнестрельных ран с сульфаниламидами. Во время войны он издает брошюру о лечении военных ран препаратами с сульфаниламида, изобретает многочисленные распылители и рассылает их во все действующие армии. Во время Великой Отечественной войны главной задачей института оставалось оказание экстренной медицинской помощи жителям Москвы. Однако, начиная с осени 1941 года, институт работает как военный госпиталь, принимая раненых с линии фронта. Сам Сергей Сергеевич Юдин в трудные дни 1941 года сутками не выходит из операционной, показывая пример стойкости и беззаветности преданий своему делу. И вы на слайде видите тот короткий миг, те короткие минуты, которые он мог посидеть и передохнуть. Число коек в институте в период войны превалило за тысячу, из которых хирургических и травматологических были более 600. При этом непрерывно совершенствовала система оказания скорой медицинской помощи больным пострадавшим от травм, создавались новые аппараты для лечения. В 1945 году был организован травматологический пункт, а для больных, которых привозила скорая помощь в тяжелом состоянии, противошоковый кабинет, который мы теперь называем противошоковой палатой, полностью оправдалось и без химотактических действий при оказании помощи случаям массовых травм. Во время первых же авианалетов в Москву, когда возникало много пожаров от зажигательных бомб, число оказывалось перегруженной линией пожарной помощи, к которой люди обращались и тогда люди звонили по телефону 0-3. По указанию Сергея Сергеевича Юдина была организована диспетчерская служба, было организовано дежурство врачей и хирургов, которые при первом же зове выезжали в необходимые участки и они оказались первыми среди спасателей. В работах Сергея Сергеевича Юдина особое внимание уделяется проблемам хирургического обезболивания ранних на ранних этапах эвакуации. Сергей Сергеевич совершенно правильно ставил показания к объему хирургической помощи, а следовательно и виданности в зависимости от тактической обстановки и в первую очередь от характера масштабов, а также темпов боевых действий. Он считал ошибко останавливать свой выбор на одном из методов обезболивания и стремиться сделать его универсальным. Короче говоря, каждому больному свое обезболивание, как писал Сергей Сергеевич. Целесообразность осуществления анестезиологии сейчас ни у кого не вызывает сомнения. Но надо помнить, что эти идеи Сергей Сергеевич Чудин отстаивал с 1926 года. Так было, например, с выделением специальных кадров врачей и анестезиологов для разработки сложной проблемы хирургического обезболивания и создания специальной дисциплины анестезиологии. Нельзя не поражаться его дальневидности, твердости и убеждений. Сергей Сергеевич был не наблюдателем, а самым активным участником формирования анестезиологической службы в нашей стране. В конце 1941 года Чудин занялся разработкой методом обезболивания, методом охлаждения для амплутации конечностей. Разработанный им способ обезболивания с помощью льда он долгие годы применялся в институте имени Скифасовского при ампутации спонтанной гангренной конечности. Этот метод многих людей спас от болевого шока. Во время войны Сергей Сергеевич Юдин был назначен старшим инспектором-консультантом при главном хирурге Советской армии. Он действовал не только словом, но и делом. Организовал бригады хирургов, въезжал непосредственно в действующую армию. Сергей Сергеевич был приверженцем самой радикальной обработки огнестрельной раны, выполняя много показательных операций сам. Предложена им бесподкладочная гипсовая повязка, накладывалась непосредственно обработанную рану и очень хорошо себя зарекомендовала. И использовалась она практически во всех госпиталях действующей армии. В 1943 году была переиздана его книга «Заметка по военно-полевой хирургии». За деятельность на фронте он был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, множеством медалей. В своих воспоминаниях Борис Васильевич Петровский пишет, после показательных операций, выполненных Сергеем Сергеевичем Юдиным. Мы ходили с ним ночью по тревожным улицам Тулы и вспоминали, как нам казалось, очень далекие мирные годы. Заметки стреляли, слышали с разрыва снаряда, орудейная канонада, а он, обратив взор к небу, рассказывал о фресках в Риме, Париже, Москве. Именно тогда он сказал мне, что мечтает отыскать в Киеве последнюю фреску в Рубеле, скрежет зубовный. Весь период Великой Отечественной войны прошел для Сергея Сергеевича Юдина неустанном труде, в том числе и научном. Поэтому столь же естественным оказалось включение Сергея Сергеевича Юдина, число учредителей Академии медицинских наук СССР, который был организован в 1944 году, и, естественно, он был избран действительным членом этой академии. Летом 1946 года Сергей Сергеевич получил письмо от хирургов из Америки, которые приглашали его с визитом как мировую знаменитость. Юдин действительно тогда был знаменитым и известным в мире человеком. Общался он с постами Великобритании, США, с супругой Черчилля, получал от премьера Великобритании поздравления с Рождеством, с избранием его почетным членом Королевского колледжа хирурга Великобритании. Но место поездки в США, куда он планировал поездку вместе с супругой, вечером 22 декабря 1948 года, после возвращения из Большого театра, он был вызван когдашним министром здравоохранения Смирном, якобы для консультации больного. Но это был арест. Он был обвинен как врат советского государства, снабжавший якобы английскую разведку шпионскими сведениями о нашей стране и затем отправлен в ссылку в город Бердск Новосибирской области. С большими сложностями, ограничениями, тяжелых условиях в ссылке Юдину все же таки дали возможность работать хирургом. В своем письме ученикам он рассказывал в одном месте своего жительства. Все бесконечные долгие годы ссылки в тяжелых условиях он был уверен, что в вас существует правда, и он этим жил. И на самом деле в сентябре 1953 года несправедливое обвинение было полностью снято Сергей Сергеевич Юдина. Он возвращается в Москву и в свой родной институт имени Склифосовского. Дальше Борис Васильевич Петровский вспоминал. Последняя наша встреча с Сергеем Сергеевичем Юдиным произошла в Киеве в 1954 году на 8-м съезде хирургов Украины. В предпоследний день работы съезда отправились мы в старую психиатрическую больницу, где, как выяснилось, находилась фреска Врубеля с крыжей Дзубовной. Долго мы смотрели на эту тронутую времени произведение великого мастера. Мы на сегодняшний день, авторы этого доклада, пытались найти какие-то следы этой фрески, жива ли она по сей день, нам неизвестно. Мы нигде отыскать эти данные найти не могли. Ну и дальше, уже когда возвращался Сергей Сергеевич, еще в самолете, ему стало плохо, а по приезду в Москву он категорически отказался от госпитализации. И в эту же ночь, 19 июня, Сергей Сергеевич Юнин скончался. В одной из наиболее интересных философских работ Сергея Сергеевича в книге «Размышления хирурга» своевременно звучит его мысль, когда он говорит о творчестве хирурга. Хирургическое творчество непременно складывается из двух различных элементов. Это искусство рукодействия и научного мышления. Одно без другого окажется бесплодным. Книгу он начал писать, еще находясь в заключении, но она вышла спустя 14 лет, 1968 году. Сергей Сергеевич Юнин умел находить силы, стряхивать путы, явно стесняющийся прогресс, расширять устоявшиеся догмы, идти неизведанным путем, основываясь на своей феноменальной интуиции, необичайной работоспособности. Талант организатора позволила Сергею Сергеевичу обеспечить расцвет неотложной хирургии в институте именно склифософского. Но разруха послевоенных лет, силка, ранее смерть в 63 года не дали возможность Юнину реализовать свою мечту, превратить институт склифософского, мировой сцен хирургии. Он просто не успел этого сделать. Он не успел создать музей медицины, о котором он также мечтал. Юнин оставил после себя большое культурно-историческое наследие. Вы сегодня видели на экране, что его образ запечатлели лучшие мастера живописи своего времени. Это Нестерев, Герасимов, коренным Кукриниксов. Известный советский стульпер Вера Мухина создала удивительный бюст Сергея Сергеевича Юдина, копия которого представлена на сегодняшний день в институте склифософского. Это бронза, 40-й год. Памятник Сергею Сергеевичу Юдину установлен в Новосибирске в 1996 году перед зданием детской больницы скорой помощи, где он работал в 1952-1953 годы, находясь в то время в ссылке. Имеется больших размеров гранит и барельев Сергея Сергеевича Юдина на мемориальной доске на историческом здании института имени склифософского со стороны Большой Сухолевской площади. Второй барельев из серого гранита, изображением Сергея Сергеевича Юдина, располагается на четвертом корпусе института, где находилась его служебная квартира в то время. И опять-таки автор Оленин, который памятник был установлен в 1967-1959 годах. И вот уже нагробный памятник был сооружен на Новодевичьем кладбище в 1956 году. После кончины Сергея Сергеевича Юдина скольфер Оленин работал над барельевом для памятника на могиле Сергея Сергеевича Юдина. При обсуждении идеи памятника с родственниками и друзьями возник вопрос, почему локти Сергея Сергеевича выходят с определением лаврового венка, внутри которого размещается скульптурный портрет. Ответ скульптура был весьма достоин. Сергей Сергеевич Юдин не помешается ни в одной рамке. Это действительно было так. В 2013 году, я уже об этом как-то коснулся, говорил, 90-летие Института скрипасовского управления и общества врачей неотложной медицины, учредила медаль Сергея Сергеевича Юдина за заслуги неотложной медицины, вот которым мы сегодня награждали. Их всего, включая сегодняшних номинантов, было награждено 17 человек. Ну, как вы видели, мы традиции наши продолжаем. Мы всегда будем помнить Сергея Сергеевича Юдина, выдающегося хирурга 20-го столетия, ученого, сыграющего огромную роль в становлении и развитии Ниндии скрипасовского. Благодарю за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ